Слава Иисусу Христу! Приветствую вас, дорогие друзья! Это будет никакой комментарий к очень хорошим чтениям 15-го воскресенья рядового в Римно-Католической Церкви, которое, если Бог даст, это воскресенье, 15-е, будем праздновать 10 июля нынешнего года. Первое чтение есть из книги Второзакония, 30-я глава, стихи с 10 по 14, и оно говорит, в принципе, что заповеди Божьи являются достижимыми, так для познания можно их узнать, можно к ним дойти, можно их распознать, каждый человек может распознать заповеди Божьи. Скоро скажу, приблизительно, примерно так же, как. И второе, что можно и соблюсти, соблюдать. Что это так же достижимые для человека. Что это в его силах, конечно, при стандартной дозе Божьей благодати, без которой вообще существовать не можем, не действовать. Так же, вот такой эпистемологический и моральный, экзистенциальный оптимизм. Оптимизм насчет познания, возможности познать. И оптимизм насчет возможности сберечь, соблюсти и исполнить. Сейчас псалом здесь подает церковь два варианта, псалом 69 или псалом 19. И при псалме 69 вот такой припев «Оживет сердце ищущих Бога». А при псалме 19 припев «Заповеди Господни есть радостью сердца». Вот как можно распознать заповедь Божию, что когда узнаешь ее, твое сердце воодушевленное. Твое сердце чувствует, что это правда, что это истина. Оно радуется, а когда его исполняешь, оно очень сильно радуется и оно начинает жить. В свете, в контексте заповедей Божьих, сердце, душа, глубина души человеческой начинает жить. Вот эта любовь, эта доброта, эта истина, эта красота оживляет и утешает сердце человека. Так можно, вот это сердце будет реагировать на заповедь Божию, на Божию истину, Божие добро и Божию красоту. Вот как можно распознать. Сейчас перепрыгнем к Евангелии от Луки, 10 главе, стихов с 25 по 37. Вот Равин, книжник, ученый в писаниях, спрашивает Иисуса, как достичь Ему вечной жизни. Иисус говорит Ему наиболее высокую и глубокую заповедь, то есть заповедь любви Бога и ближнего. То есть путем приобрести жизнь и жизнь вечную есть заповедь. Есть заповеди, но если их хотим в простоте, то в принципе хватит этой заповеди любви. Она синтезирует, она объемчивая и она в себе помещает все возможные заповеди. Ну и Иисус говорит, и этот парень, этот Равин спрашивает Иисуса, ну а кто из моих ближних? То есть он как-то хотел выкарабкаться из положения, что он как будто такой неразумный, и хотел что-то типа уточнять, кого любить, то есть какая динамика любви. Кто мой ближний, то есть потому что он любит ближнего. Как себя самого. То есть иначе его вопрос касается, имеет ли, должна иметь ли, должна ли иметь любовь, ограничения какие-то или нет. Границы или безграничные должно быть. Иисус отвечает, что безгранична, потому что в притче, которую он дает, Равину как ответ, получается, что враг евреев помогает евреям. То есть любовь этого самарианина, милосердного, она не имеет границ этничных. Она помогает врагам. Она является любовью со всего сердца. То есть любовь хочет любить всех, даже включая эту мою сатану, Люцифера. И еще здесь в этом образе показано есть, что этот самарианин не просто любил валютивно, волей, действием и разумом, конечно, что надо помочь, а это разум, и что помогаю, это воля. Но он еще воодушевился. Он был глубоко потрясен, впечатлен этим, что увидел, этим израненным евреем. Он глубоко сочувствовал, чувствовал эту любовь также в чувствах. Можно сказать, что здесь имеем образ и пример, что означает любить всем сердцем. Ну, то есть не только разумом, не только волей, но также чувством. Кстати, если любим только разумом, то есть понимаем, что любить надо, то мы остаемся в аду и идем в ад. Но если от теории мы переходим к практике, мы любим не только разумом, понимая, что надо любить, но также любим и совершаем добро, помогаем людям в действиях, в воле своей, то мы уже не идем в ад. Но пока еще этой любви нет в наших чувствах, мы идем в чистый лище. Мы еще не интегрованы, мы еще не в полнате в этой любви. Любовь еще не захватила нас в полнате. Но когда мы любим тёщу, врага, также нашим чувствам, когда мы сочувствуем им в беде и хотим помочь, и мы рады им помочь, рады позаботиться о них, тогда мы живем в полноте любовью и мы готовы на Царство Небесное, на вечную жизнь. Ибо мы поддались любви так, как поддается ей сам Бог. Мы стали как Бог. Ну и... И Иисус, заканчивая эту притчу, опять говорит, иди ты делай, как увидел, как понял. Иисус дважды здесь говорит, это делай и будешь жить. А, наконец, иди и делай вот так. Делай. Так что... Видим, что при обыкновенной стандартной благодати человек может достичь такой любви, но хотя бы этой любви эволюционной. Политивной, правда? Если соединять эту притчу с первым чтением, о котором мы уже говорили из второго закону. И, наконец, второе чтение Колоссианам, первая глава, 15-20. Иисус есть понад всякое создание, понад всякую сущность, понад все, что существует, и Он является также целью всех существ. Ибо они могут осуществить себя лишь только благодаря соединению с Его полнотой и божественности. Он осуществляет... Он исполняет желания всех существ. Он является целью, Он является исполнением, Он является заключением. Он и полнота божества, божественности, которую имеет в себе. Так что все градет к Нему. К Сыну Божьему, Иисусу Христу. К соединению, к примирению с Ним. И благодаря этому чтению видим, что жизнь вечная, которую ведут нас заповеди, особенно заповеди любви, заключается... Это не что-то, это не обычная пролонгата земной жизни. Это не что-то, это не пространство, это не время просто. Это есть личность Сына Божьего, с которым, когда мы соединяемся, мы имеем через него... Мы можем достигнуть внутренней жизни самого Бога в Пресвятой Троице. Мы можем достигнуть этой божественной любви, которая есть между трёма личностями и постазами Бога. Мы можем оказаться внутри самого Бога, Его любви. И это есть, Он есть вечной в жизни. Здесь видим, что Сын Божий является с одной стороны источником всякого творения, всякого существа, особенно человека, но не только человека. Он является творцом, источником, началом. и Он является заключением, целью совершением, исполнением каждого существа, особенно личности человека. человек, как личность, находит свою меру и свою реализованность в полноте божественности Иисуса Христа. Вот, к чему ведут нас заповеди, которые мы можем познать и, по которым мы можем образовывать, образовывать, сочинять свою жизнь, свою биографию. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.